Мы рождаемся человеком, и почему-то жизнь становится сложной. Если бы мы пришли в этот мир, как любое другое существо, жизнь была бы очень простой — пропитание, сон, продолжение рода и в определенный день смерть. Сейчас же мы должны делать все это, но почему-то мы не удовлетворены тем, что у нас есть в жизни, что бы это ни было. Не так ли? Вы хотите немного больше, чем у вас есть сейчас. Если вы думаете только о деньгах, возможно, вы хотите немного больше денег. Если для вас важно только удовольствие, значит немного больше удовольствий. Власть — еще больше власти. Каждый хочет быть чем-то большим по сравнению с тем, кем он является сейчас. Процесс желания не прекращается ни на минуту. Идете ли вы на работу, или в бар, или в храм, выходите замуж, женитесь, заводите детей, учитесь в университете. Все эти усилия в жизни были сделаны только в поиске счастья. Это так? За последние сто лет, при помощи науки и технологий, мы изменили сам вид нашей планеты. У нас есть комфорт и удобства, о которых не могло и мечтать ни одно из поколений до нас. Определенно, мы поколение, которое наслаждается самыми комфортными условиями за всю историю. Но являемся ли мы самым радостным поколением? Так что это не сработало. Каждое создание на планете, от растения до животного, включая и человека, заплатили огромную цену, чтобы создать этот комфорт и удобство. И при этом мы даже не испытываем счастья. В чем же тогда смысл? Мы спроектировали мир таким образом, чтобы он лучше работал для нас, не так ли? Но мы ничего не сделали с собой. Пришло время задуматься над этим. Сколько мгновений радости вы испытали за последние 24 часа? И когда вам было 5 лет, сколько мгновений радости вы испытывали за сутки? Все почему-то в корне изменилось. Не важно, где вы находитесь. Вы можете быть в дворце или в раю, но если внутри вы не удовлетворены, все это становится неважным. Наш ум мог бы стать источником блаженства, но для большинства людей он становится источником страдания, напряжения, беспокойства, депрессии. Почему? Вы просто не знаете, как с ним справиться. Видите ли, в вашей жизни существует только одна проблема. Жизнь не складывается так, как вы бы этого хотели. Это единственная проблема. Есть ли какие-то другие проблемы? Никто из вашего окружения не будет на 100% таким, как вы хотите. Да? Если никто не ведет себя так, как вы этого хотите, это не проблема. Проблема в том, что вот это не ведет себя так, как вы хотите. В этом вся проблема. Не так ли? Люди решили, что стресс — это часть жизни. Стресс — это не часть жизни. Просто вы не знаете, как управлять своим телом, не знаете, как управлять своим умом, не знаете, как управлять своими эмоциями или жизненными энергиями. Все происходит случайно. Если в вашей жизни все складывается по-вашему, значит, вы начали понимать, что необходимо проводить инженерию во внешнем мире. То же самое и с вами. Вы не проводили внутреннюю инженерию для себя, не так ли? Вы просто существуете по воле случая. Я же говорю о создании правильной химии внутри вас, когда состояние спокойствия и блаженства становится для вас естественным. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова